Приветствую вас. Знаете, вот по моему мнению проблема заключается в том, что вы как-то вот хотите, не знаю, чтобы вас забрали, то есть, ну, что родители вас забирают, то забирают у вас молодой человек, ну, как-то, как бы, да, вот, должен забрать, как вот, получается, в смысле, да, потом, что вы говорите. Вот. То есть, на мой взгляд, это несколько, несколько пассивное позиция, потому что никто, не ваши родители, не ваш парень не решает, как вам жить, или как вам, как вам жить, можете решать, в принципе, только вы, на мой взгляд, и больше никто, вот. А проблема такая, что решают, как вам жить все, кроме вас. Ну, собственно, эти люди и пользуются тем, что чувствуют свою самостоятельность и вашу несамостоятельность соответственно. Поэтому пока вы действуете в таком ключе, ну, навряд ли вы сможете делать то, что вам хочется, навряд ли вы сможете поступать так, как вам хочется, и навряд ли, навряд ли вы будете и принадлежать себе и отвечать за себя, вот. Решать здесь, конечно, вам, но мне лично кажется, что, ну, имеет смысл в данной истории поработать и, собственно, разобраться. Да, да, причем, обратите внимание, что вы не задаете вопрос, то есть вы просто свою историю рассказываете нам, а вопрос не задаете, вот. А очень, очень важно, чтобы был некий запрос к нам, я имею ввиду, к психологам, вот. А этого я пока что у вас не увидел, к моему большому сожалению. Дальше. Если вы подрались, как вы говорите, с человеком, да, молодым человеком, если вы подрались, то, на мой взгляд, это, конечно, ну, достаточно спечатано, да, достаточно серьезно и грустно, но вы абсолютно правы, люди могут меняться. Другой вопрос. Другой вопрос. Что для этого нужно? Молодому человеку и вам нужно обратиться вместе к психологу и проработать те трудности, которые у вас есть. Тогда вы получите реальный шанс на то, что ваши отношения будут лучше. Сейчас, без такого подхода, я боюсь, что ситуация будет немножечко ухудшаться, потому что без выявления причин того, что произошло без работы с причинами, вот. Ну, ситуация будет достаточно нестабильной, даже при условиях, если у вас все более-менее нормализуется, то, вот, все равно это будет нестабильно. Нестабильно именно, вот, в плане того, что, ну, все рискует. С другой стороны, я думаю, что есть некоторые причины, вот, по которым вы так, ну, по которым вы в такой ситуации оказались. Вот. Я думаю, что есть. И, соответственно, если у вас будет такое желание, да, у вас будет такая потребность, то можно будет и с этим поработать вполне себе успешно. Тоже никаких проблем нет, не будет. Дальше. Вы боитесь депривации. Как я, ну, как я понял, да, вы боитесь депривации и, на мой взгляд, это тоже нужно преследовать, например, ну, почему вы боитесь, что вас могут закрыть, там, от людей и так далее. Также мне кажется, что в какой-то степени вы можете завидеться от людей вокруг вас, в частности, в частности, от своих родителей. И вы можете бояться, что они там от вас отвергнутся и так далее. Если, если это так, то с этим тоже желательно поработать это, тоже желательно поисследовать, чтобы не влияло на вас вот это, ну, вот это вот что-то. Чтобы не влияло на вас то, что может, значит, произойти то, что может там случиться, вот и так далее. То есть очень важно, чтобы на вас это не влияло. То есть это вот тоже то, что я могу вам рассказать. Если вы боитесь, да, то тут надо бы вот с уверенностью в себе поработать. Вот, тут нужно поисследовать, что конкретно с вами происходило, что конкретно с вами было. Почему вы думаете, что вас могут, как вы выражаете, закрыть, да? А может быть, такие случаи уже бывали, что вас закрывали. Но если так, то тут уже вопрос встает немножечко по законности этого. Вот. Ну, по крайней мере, как это мне, как это мне это видится. Вот. Вот. Вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать сначала, с точки времени психологии, да, с точки зрения психологии, психотерапии. Вот. Хотите ли вы что-то менять? Хотите ли вы что-то исправить? Ну, это уже, наверное, вопрос больше к вам. Да, это, наверное, вопрос больше к вам. А, потому что, если готовы и хотите, то нужно проложить какие-то усилия для этого. Если не готовы и не хотите, то просто так. Ну, это уже. А, тогда получается, что та информация, которую вы получили, например, сейчас, я посмотрел вам, ну, просто для общего какого-то различия. И все, надеюсь, она будет вам полезна в той или иной степени. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам пригодится. Я надеюсь, что все разрешится. Если вы действительно хотите сохранить отношения с молодым человеком, то вам не думите обратиться к психологу для гармонизации. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...